Давай иди сюда. Тихо ты. Поздоровайся с подписчиками. Да это собака хвостом. Поздоровайся. Привет. Привет. Так, держи. Наставай на ноги, все. Короче, нам нужно сейчас, сейчас перчатки возьму, сделать кое-какие дела. Когда вот эти резинки, отбойники, очень неудобно засовывать подбировочный трос. Так. Осторожно, Даша. Я сейчас что делаю? Я сейчас разгребаю вот эти коробки, так же закину их наверх, как в прошлом видео. Достану шины, достану колпаки. Вот. И все, закроем обратно. Вот и трос надо буксировочный отторобанить на место. Вот. Вот такое вот первое мероприятие у меня. Дашуль, осторожно, что пальцы нигде ничего не прищемило. Второе мероприятие, которое я сейчас буду делать, это мне нужно будет поменять вот этот тот фонарик. Мы его сейчас заменим по-шустренькому. Вот. Это такие прям, ну, быстрые дела. То есть, как бы, не могу я уехать со стоянки и не подтянуть, как говорится, хвастать тут у нас бардак. Это Анютка там будет сейчас наводить порядок, и она салон весь хлам выкидывает. Так. И, Даша, осторожно. Ну, что ты, ну, что ты делаешь? И у меня перегорел вот этот тот фонарик. Вот он тоже перестал светиться. У меня, ну, это китайский фонарик. Самый натуральный китайский фонарик. Они ходят где-то по два года. Вот. Когда-то было дело, что отец хотел себе вот эти фонарики устанавливать на прицеп, как контурные огни. Вот. Ну, что-то, короче, забило на эту процедуру. Вот. И я потихонечку у него по одному фонарику тырю. Вот. И устанавливаю их сюда. Там еще штук, наверное, пять осталось. Вот установим фонарик. Короче, вот такие вот. Вот такой вот план мероприятий. Это все сделаем. И будем собираться, наверное, домой. Ну, посмотрим. Короче, разгребаем. Разгребаем вот это вот все. Колпаки. Колпаки вот теперь тоже будут лежать. Вот. И, не знаю, ржаветь, наверное. Я вот эти же колпаки покупал. Сейчас я покажу вам на солнышко. Вроде как должны быть колпаки из нержавеющей стали. Так? Так. Объясните, пожалуйста, мне, что это вот это вот такое? Похоже на ржавчину. Ну, мы сейчас их помоем. Помоем. Вот. И попробуем, наверное, какой-нибудь химией залить. Мне ребята говорили, что те, кто любители колпаков, они их обслуживают. Есть такое средство. Называется Sealed Bank. Sealed Bank для ванны, для сантехники. И говорят, что вот это все отъедается. Ну, попробуем. Попробуем что-нибудь сделать с этими колпаками. Вот. И, кстати, на тех колпаках, которые сейчас у меня установлены, на колесах, на передних тоже, начала образовываться ржавка. Вот. Видите? Вот. Ну, как бы, она какая-то подозрительная. Это как будто, знаете, как вот... не совсем ржавчина, а вот именно слой какой-то вот, ну... Вот. Видите? Есть ощущение, что оно может оттереться. Вот. И я тут, знаете, какое еще решение принял. Ну, как бы, оцените мою идею. А тут же у нас на ведущей оси колпаки. Там вот колпак. Вот. Туда я лепешки наперед ставить не буду. А на прицеп у меня появилась идея установить просто ободки. То есть, как бы, не лепешки. Я не хочу закрывать серединку, потому что, ну... Нет доступа к ступице. Вот. Просто такие вот блестящие ободки. Купить 6 штучек. Как бы, так будет скромно. И я думаю, то, что будет красиво. Ладно. Хорошие болтовни. Надо работать. Будем доставать шины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас второе пилецо достанем. Блин. Резинка. Все-таки вообще огонь у меня еще. Просто бомба. Есть немножко. Прямо вот ладошкой чувствуется. С одной стороны зализано. А вот с этой стороны небольшие ямки, кочки такие. Но это ерунда. Это ерунда. Диски ржавые. Диски еще оригинальные у меня здесь стоят. Так, ладно. Достаем второе колесо. Ну, а второе колесо, знаете, как я надумал выдернуть. Зацепил ремень за крючок. Не хочу я что-то доставать из коробки. Сейчас я камеру поставлю. Вот так. Стоит? Стоит. И попробую сейчас просто тупо за ремень выдернуть. Не. Не, я исцеляю. По плоскости лежит резина. Нет. По плоскости лежит резина. О' О' Йоркл Тяжелый. Все-таки. Тяжелый. Будем устанавливать новый фонарик. Оригинальный, фаспоковский инструкция. Ну и сам фонарик. В комплекте здесь еще идет вот такая вот клипса для крепления разъема. Вот такая вот клипса. То есть провод там закладывается туда и застегивается вот этой вот клипсой. Во время застежки происходит придавливание провода. И там внутри такие вот зубчики, извините, такие вот зубчики, они жилу пробивают и происходит контакт. Вот. Ну, сейчас мы сначала его повесим на место. Крепится он элементарно. Вот так вот. Раз. И все. Проводочек сейчас туда. Этот отключим. И за место того будем подключать новый. И будет вот такой вот фонарик. Потом только хомутами подключим. Офу. Пристегнем. И все будет шикарно. Ну и теперь надо будет отключить вот эту вот фишку. Белого. Пристегнем. Перензаем. Та. 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 Да А дело оказалось не в фонаре Итак, смотрите Четко тут у меня получилось В том месте, где был Подключенный сам Ну, старый фонарик Вот, видать В этот разъем попала Влага и один контакт Откис, вот видно, да То есть, два прокола Два прокола жила, один прокол нормальный Второй прокол окисленный В этот раз В эти же отверстия Не получилось Ну, как бы Законектиться, да, и я Подключился, то есть, как бы Чуть дальше, чуть дальше, то есть, как бы Вот, в 15 сантиметрах От вот этого места То есть, сейчас фонарь Подключенный, все хорошо Вот, да, еще раз покажу Видно, да, разъем Вот, фонарь светится А вот тут вот Я что-то, знаете, переживаю Произошло следующее Вылез я из-под прицепа И обратил внимание, что Ну, включил габариты И смотрю, что произошло Вот тот фонарь, который мы Заменили, горит А последующее Все, что висит на этом проводе Отключилось То есть, мы выдернули Получается, тот разъем Значит, там провод перегнивший И пошло Тут не горит, тут не горит Тут не горит Здесь не горит Вот, и то есть Все, что подключено Дальше Все отключилось Этот рожочек Передний габарит Не горит И также Полностью Отключилась Вся правая сторона Здесь не горит То есть Тут не горит Здесь не горит Здесь, соответственно Тоже не горит То есть Все Все Фонарики Которые подключены После Того места Скишевого провода Да Все отключилось То есть, короче И тут тоже То есть, соответственно Тоже ничего Не горит Сейчас я что буду делать Протягиваю туда удлинитель Вот И Разрезать Тот провод Спаивать Соединять Терминной усадкой То есть, как бы Все делать Очень качественно И хорошо Для выполнения Всех вот этих вот работ Мне понадобится Фен Паяльник Канифоль Олово Вот И коробка С изоляцией То есть, тут у меня Термоусадки И так далее Изолента Все вот в этой вот Коробочке Так что все приготовил Вот Этот ремонт А вот клещи Зачистные Тоже понадобится Этот ремонт Останется за кадром Потому что у меня Батарейка садится Уже покажу Конечный результат Когда все будет Светиться Смотрите Одну Жилу я Соединил Запаял Сейчас будем Одевать Термоусадку Вот Немножко Во время пайки Сплющилось Но ничего Я сейчас ее натяну И будем Соединять вторую Жилу Потом это все Дело В большую Термоусадку И Короче Займемся Хорошей Дерметизацией Задерметизируем Здесь все И все будет работать Задерметизируем Вылез из прицепа Ноги отсидел Просто ужас Так Ну что Тест драйв Вроде все хорошо Все Здесь светится Светится Здесь загорелось Тут тоже горит Вот Идем смотреть В ту сторону Ну если Тут загорелось Значит Дальше все будет хорошо Так Тут светится Все Все замечательно Все прекрасно Вот видите Поторопился Фонарь перекусить А скорее всего Фонарь В рабочем состоянии Это тот фонарь Который Я думал Что вышел из строя Сейчас мы Зачистим тут провод И я вам Покажу То что он работает Воткнул я Этот фонарь Вот сюда Вот фишку Ну Где ближайшие 24 вольта Были Туда и Воткнул Вот смотрите Оказывается Фонарь то Работает И работает хорошо Дело было Не в Фонаре Дело было В проводке Ну видите Зато Сейчас сделаем Два дела Я этот фонарь Я сейчас хочу Сейчас Тут подключу Все Установить Вот сюда Тут вроде По отверстиям Все сходится Да вроде Сходится Сейчас этот Китайский фонарь Сниму И поставим Сюда Вот этот Будет здесь стоять Немножко Все пошло Не по плану Я же хотел Поставить Ну вы поняли Да Фонарь который С прицепа Ну пришлось Поставить Так же Такой же Китайский Как стоял До этого Которого Хватает Года на два А почему А потому что Вот эти вот Болтики Крепежечки Отверстия Они немножко Другие Либо надо было Пересверлить Вот эту Железяку Либо просто Взять С другого Ящика Фонарик И прикрутить Ну я так И сделал Все Светится Все замечательно Четыре светодиода Днем сейчас Плохо видно Конечно Ну а ночью Он светится Прям очень круто Вот Все перекручиваем И будем собираться Короче Вот такой вот ролик Получился По приезду Домой Подлечили Желтого Починили Фонарики Теперь все Хорошо Завтра у меня Выгрузка Ну и будем Пытаться Найти Загрузочку В сторону Москвы С разворота И снова В работу Давайте Всем удачи Всем пока Осталось Короче Только прикрутить И будет все Огонь